Всем привет! Канал «Счастливых путешествиях». Продолжаем наше путешествие по Таиланду, остров Самуи. В прошлой части мы говорили, что в нашем отеле почти нет пляжа. Ну а как же быть? Можно немножко пройти вдоль береговой линии туда-сюда и вы найдете хорошие пляжи. Если пойти вправо от отеля по береговой линии, то там пляжей как таковых нет, кроме Тарзанки. Лучше двинуть влево. Там будет уже пляж Майнам. Он длинный и тянется до пирса. До него уже ехали. И до остальных пляжей лучше добираться на байках. Например, пляж Бапут. Он тоже очень протяженный. Вдоль него часто гуляли и кушали в ресторанчиках. Кстати, о байках. Мы уже не первый раз в Таиланде и всегда берем в аренду байка. Предлагаем вам наши советы в этом вопросе. 1. Дешевле, если берете сразу на несколько дней, а лучше на месяц. 2. Можно взять рядом со своим отелем. У нас такой опции не было. Отель находился далеко от дороги. Или в самом отеле, спросив на ресепшн. 3. Перед тем как брать, постарайтесь запомнить, а лучше сфотографировать или снять на видео сам байк, его состояние, все мелкие царапины и повреждения и указать на это хозяину. 4. Мы заказывали себе байк с доставкой в отель. Нашли наших соотечественников в одной из этих групп ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, которые занимаются арендой машин, байков и т.д. К слову, в этих группах очень много полезной информации. Продолжаем тему транспортных средств. Часто арендовали машину. Это когда нам нужно было ехать на более-менее приличное расстояние. Особенно выручала машина, когда ездили в гипермаркет за продуктами. Набивали полный багажник. Вот на машине мы и поехали на водопады Хинлад Ватерфулу. Все местные жители очень хвалятся своими водопадами. Но нас после водопадов в районе Сочи и Кабаридно-Балкарской республики, они, мягко говоря, впечатлили не так сильно. После того, как дорога закончилась, мы оставили машину на стоянке в окружении других машин и байков. Нам сказали, что теперь нужно идти своим пешком. Здесь есть небольшое кафе, в котором можно подкрепиться перед подъемом. Погуляли и пофотались на территории храма. Очень уважаемый храм на Самуине. При нем есть центр медитации и буддизма. Отличается от всех храмов острова тем, что стоит на русле реки. Ну что, стартанули? Если честно, то мы не ожидали, что будет так нелегко подниматься. Особенно наши девушки были недовольны и не раз пытались нас развернуть обратно. Хотя в итоге прогулка по джунглям всем очень понравилась. Что вам сказать о самом водопаде? Он оказался симпатичным. Особенно место для купания. Но будьте внимательны, так как кое-где сильные круговороты воды и вы можете потерять свои труселя. Можно искупаться. И здесь не так жарко, как внизу у моря. Если встретите на поляне дедушку с различными напитками, думаю, стоит у него что-нибудь приобрести. А то прет весь товар на себе такое расстояние. На обратном пути, естественно, заехали в ближайший гипермаркет. Как говорили выше, мы всегда так делали, как набрали машину. Затаривались. Если вам надоела местная еда, то здесь есть все. Разнообразия много. Как и в любом гипере в России. Плюс свои местные особенности. Также в этой части обзора хотим вам рассказать про аренду домов или вилл на Самуи. Так сделали две пары наших друзей. Одна из них была с ребенком. Так вот, тема такая. Можно снять отель на 2-3 дня и поедет по районам рядом. У наших друзей поиски занят 2 дня. Было много вариантов. Вот, например, эти два дома стоили по 7000 бат за месяц. Около 15000 рублей. А в итоге выбор пал вот на этот дом за 13000 бат. Причем это стоимость в высокий сезон. В феврале или марте он уже будет стоить не больше 10. Конечно, есть и свои минусы. Вот такой деревенский двор и до моря эти минут 15-20. А вот на байке минут 5. Все остальное хорошо. По желанию и недорого у вас в доме могут прибираться. Готовить еду. Есть машинки для стирки. Если вам интересно, то смотрите нашу третью часть обзора. О поездке на остров Самуи. И вы встретите с нами Новый год. Прогуляйтесь по ближайшим к нам набережной вдоль пляжа Бабкут. Покушайте местную еду на ярмарках и рынках. Ну и посетите местные рестораны Казан Баран и Синий Слон с русскоговорящими хозяевами. Ждем вас с нетерпением на нашем канале. До новых встреч, друзья!